Здравствуйте! В эфире программа «Подробности». В гостях у меня сегодня Елена Шаповская, директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества. Елена Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Вот сейчас, наверное, все-таки основная тема, да, то, о чем говорят, то, чего ждут, то, что уже происходит, это 70-летие Победы. Вот какие мероприятия в нашем городе, в области уже состоялись и какие еще ожидаются к этой замечательной дате? Ну да, действительно, все учреждения культуры, учреждения образования подготовлены к этой дате. Действительно, год юбилейный, и мне хочется сказать, что вот все эти мероприятия, все проекты, которые мы планировали еще в прошлом году, они успешно реализуются на территории Рязанской области, и не только Рязанской области, но далеко за пределами ее. Мне бы хотелось сказать, что в этом году состоялся замечательный всероссийский конкурс «Салют Победы», который проходил в городе Туле. И наша концертная программа «Ребята, не пришедшие с войны», которая была подготовлена силами рязанцев, творческих коллективов Рязани, заняла третье место в этой программе. Это очень почетное место. И действительно, программа была оценена по достоинству на всероссийском уровне. Мне приятно, что фрагменты этой программы используются сейчас в наших проектах, в наших мероприятиях. И хотелось бы поблагодарить руководителя народной студии «Шанс» города Скопина, дети которых, молодежь этого коллектива принимала самое непосредственное участие в подготовке и проведении этой программы. Безусловно, очень много мероприятий подготовлено. Прошел замечательный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Катюша», где были представлены хореографические коллективы 24 муниципальных образований. И вот эти танцевальные коллективы подготовили замечательные композиции, посвященные Великой Отечественной войне. И нам очень приятно, что эти программы, эти композиции танцевальные используются сейчас во всех мероприятиях, во всех муниципальных учреждениях культуры, в праздничных мероприятиях. Хотелось бы сказать и о сельских учреждениях, и населенных пунктах, где нет стационарных клубных учреждений. И тем не менее, есть учреждения культуры, которые находятся в муниципалитетах. Это автоклубы, и ими подготовлены большие программы, которые обслуживают те населенные пункты. И мы, конечно, понимаем, что в селах, в деревнях живут сейчас в основном труженики тыла и ветераны Великой Отечественной войны. И для них, конечно, большой подарок выступление творческих коллективов с хорошей программой, с театрализованной программой. Вчера буквально прошло у нас подведение итогов таких программ. И мы благодарны этим людям, работникам культуры, которые делают очень значимое дело, навещая, встречая и поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Безусловно, кульминационным моментом в городе Рязани будет замечательный проект, который подготовлен Министерством культуры и туризма Рязанской области. Совместно с различными ведомствами, министерствами и учреждениями. Это концертно-театрализованная программа «Наши победы, наша гордость», которая состоится с 4 по 8 мая в Ледовом дворце Олимпийский. Мы приглашаем всех жителей города Рязани, всех гостей города Рязани на эту программу, потому что это действительно явление и проект очень уникальный. Там будет представлена практически вся история Великой Отечественной войны, начиная с 22 июня, с выпускного вечера, когда вся страна узнала о том, что началась война, и заканчивая победным салютом, победным маршем на Красной площади. И я думаю, что эта программа в первую очередь будет полезна для детей младшего возраста, для школьников, для молодежи, которые, может быть, не совсем знают историю Великой Отечественной войны, не совсем знают те события, которые происходили в те годы. И для них будет очень познавательно и увлекательно вот это путешествие в историю. А вот как вообще дети, молодежь, да, с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях? То есть стараются они что-то узнать, да, как-то больше проникнуться вот этим? Вы знаете, несмотря на то, что прошло уже 70 лет, но тем не менее наши дети, рязанские дети, очень активно вникают в эту тему в истории Великой Отечественной войны. И с удовольствием делают постановку, участвуют в театрализованных композициях и отдать должное, наверное, руководителям этих коллективов, родителям, которые разъясняют, изучают вместе с детьми вот все события, которые проходили 70 лет назад. И творчески все это очень реализовано, патриотично, красиво, с хорошим глубоким смыслом. И я точно скажу, что вот эта тематика, эта история, она проходит через сердца, через душу молодого поколения. А вот как быть самым старшим поколением, да? То есть вот ветераны, которых остались единицы в нашем городе, да вообще, наверное, да? А вот как быть с этими людьми? То есть как они воспринимают праздник и вообще, что вот делается, ну, для того, чтобы им было хорошо? Ну, конечно, я скажу, что очень тяжело ветеранам Великой Отечественной войны присутствовать на наших мероприятиях. Но, тем не менее, они приходят, стараются, приходят их родственники. Но для этого существуют в клубной деятельности, в учреждениях культуры разные формы работы с ветеранами Великой Отечественной войны. И мы провели несколько проектов, которые помогут ветеранам Великой Отечественной войны позиционировать себя, не выходя из дома, скажем так. Это выставочная деятельность. Ни для кого не секрет, что и наше старшее поколение увлекается творчеством. Много среди них мастеров декоративно-прикладного творчества, художников, любителей. И буквально на этой неделе состоится открытие замечательной выставки ветерана Великой Отечественной войны. Смирнова Льва Александровича в залах Центра народного творчества. И вот тем самым мы отдаем дань памяти, дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. И знаем, что и приходят, и приходят родственники, приходит молодое поколение на этой выставке. А там четко видно, как пожилой человек, человек, который прошел эти тяжелые испытания, он переносит это все на полотна, на картины. И мы вместе с ним проживаем то, что прожили наши ветераны. Мне хочется сказать и о такой замечательной акции, которая проходит у нас в Рязанской области, когда молодое поколение и немолодое поколение говорит о своих дедах, о своих отцах. Буквально недавно прошла замечательная выставка «Мой отец – русский офицер», тоже организованная Центром народного творчества, где мы говорили о участнике Великой Отечественной войны, войне лейтенанте Крастылеве Василий Иванович, который прошел войну, который награжден медалями и орденами. И такая выставка, сделанная родственниками, которая очень глубоко изучала свои архивы, и не только свои архивы. Сделана публикация, небольшая книга о Василии Ивановиче Крастылеве и фото-выставка, где представлены уникальные фотографии военных, с фронта, с семейной фотографии. Вот, наверное, если каждый в своей семье вернется к своей истории, узнает историю своих дедов, прадедов, найдет эти фотоархивы, найдет просто архивы, письма, это, наверное, будет самое главное дань уважения к Великой Отечественной войне, к тем людям, которые защищали нашу Россию. А вот как Вы считаете, то, что мы год от года празднуем глобально День Победы, вот 70-летие – это особенный будет праздник, потому что это круглые даты, да? То, что мы каждый год стараемся углубиться в историю Великой Отечественной войны, вот как сказывается это на патриотизме нашем? И на том, наверное, что год за годом, может быть, еще дальше, я надеюсь, там, десятилетие за десятилетием, мы не забудем о подвиге людей, которые столько для нас сделали. Я думаю, что когда есть целенаправленная политика правительства России, правительства Рязанской области, которая нацелена на, наверное, поддержку, изучение пропаганды истории, правильной истории России, Рязанского края, вот все проекты, которые реализуются на территории нашего региона, они очень взаимосвязаны, они очень патриотичны. И не обязательно, если эти проекты посвящены именно Великой Отечественной войне, если эти проекты вообще направлены на сохранение народной культуры, культуры в целом. Я думаю, что дети участвуют в этих проектах, а у нас достаточно большой процент молодежи, детей задействован в этом отряде самодеятельного художественного творчества, профессионального творчества. Я думаю, что, безусловно, эта работа продолжится, и посредством этих проектов, этих мероприятий воспитывается патриотическое воспитание, воспитывается любовь к Родине. Спасибо вам, Елена Михайловна. Нашим телезрителям напомню, в гостях сегодня была Елена Шаповская, директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества. Это программа подробностей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова